Ну что, начинай наши чайные разговоры. Чай без церемоний с Александром Филоненко. Добрый день! Сейчас я хотел бы рассказать об одном приключении, которое случилось со мной. Я прожил такую жизнь, что меня все время как-то возвращала к себе тема внутреннего ребенка. Может быть, это особенности профессии, то, что я всю жизнь преподаю в университете и все время преподаю, как я это назову, в агрессивных средах, среди людей, которые почему-то все еще не утратили надежды на образование. Эта жизнь среди молодых людей, в которых все эти вопросы пульсируют, привела к тому, что большую часть жизни я провел в каком-то изумлении перед этим внутренним ребенком. и очень многие друзья, взрослые люди, мне говорили, слушай, можешь успокоиться, но в конце концов, это инфантильно. И возникает такая тень, что как бы это все прекрасно, внутренний ребенок, но это же может быть и инфантильным. И мы таких людей тоже знаем. Людей инфантильных, которые не хотят взрослеть, которые просто застревают в какой-то безответственности и так далее. И долгое время как-то нарастал вопрос о том, ну что же это такое взрослость. Что означает быть взрослым? Нежность как главный критерий взрослости. Смотрите, взрослость не как осознание, что ты должен, должен стать ответственным, должен, 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 а такое, что я хотел бы по-настоящему. В поиске этих формулировок у меня произошла встреча с величайшим человеком этой эпохи, Жаном Ванье. Я не знаю, что вы о нем знаете, но это человек, который недавно умер очень пожилым, и который после Второй мировой войны, думая, что он будет философом, однажды посетил психиатрическую больницу во Франции послевоенной, встретил двух людей с психиатрическими диагнозами, которым было около 20 лет, и спросил врача, что они делают в вашей больнице. И врач сказал, ну если честно, эти люди никому не нужны, они не представляют опасности, но это единственное место, где они могут жить, просто за ними никто не приезжает. А условия жуткие. Тогда он поехал, купил дом в соседней деревне, и пригласил их на каникулы на лето, забрал, это было можно, и живя с ними в доме, в конце отпуска он спросил их, а вы не хотели бы здесь остаться? Они сказали, ну это твой дом. И он подарил им дом. И с тех пор, всю свою жизнь, он жил в таком доме, и основал огромное движение в мире, которое называется Ларш, Ковчег, которое состоит из таких домов, если я не ошибаюсь, 120, не меньше 120 домов в мире, где люди живут вместе с теми, кто нуждается в сопровождении, кто не способен жить сам. На вопрос о том, что для него значит быть взрослым, дал ответ, которого совершенно не ожидал. И это был ответ, который как будто бы вернул воздух, жизнь, сам вопрос о взрослости. Сегодня это слово прозвучало один раз. Это слово такое. Он сказал, что быть взрослым, это значит быть нежным. И потом он развивал эту мысль. Он говорил, что дети не нежные. Они вызывают нежность у родителей, у взрослых, у многих людей в мире, вызывают нежность. Но привилегия быть нежным, это привилегия взрослого человека. Это человек, который может позволить себе быть нежным. И дальше, конечно, начинаются огромные вопросы, что это значит быть нежным. Что значит быть нежным? Давайте попробуем. Простой вопрос. Вот если вы слышите от старика, который прожил огромную жизнь, который всю свою жизнь посвятил делам милосердия, фразу «за всю свою жизнь я понял одно» «Быть взрослым – это быть нежным». Что такое нежность для вас? Любить, не бояться проявлять чувства, проявлять заботу. Продолжая тому, что Тимур сказал, мне кажется, нежность – это быть мягким. Как будто ты не можешь не уколоть человека, а вот наоборот, он рядом с тобой, и ему становится легче, потому что ты мягкий. Мягкость. Еще какие у вас ассоциации с нежным человеком? Он какой? Лиза? Он боится обидеть того, кто рядом с ним. Он не думает про себя, он думает про того, кто рядом. Знаете, конечно, фразу премудрости Соломоновой, «начало премудрости – страх Божий». Из комментариев часто к этому выражению «страх Божий» именно это – благоговение и нежелание задеть, не то что обидеть, а сделать что-то смущающее, любимого. Страх как благоговение, как бережность. Еще? Кто? Марта, по кругу. Мне кажется, что нежность – это когда вот тебя вот как будто бы оберегают, как ангел сзади стоит, крыльями так, и тебе хорошо, тепло, приятно. Вот, именно это что такое ангельское, даже святое. Как в этом состоянии со свободой? В этом ангельском объятии внутри. Но это же не оковы, это как подушки безопасности. Я хотел добавить, что, по-моему, нежность – это когда ты можешь поглощать все острое. Другие люди могут высказывать тебе различные вещи, которые могут тебя обидеть, могут обидеть других людей, делать поступки. Если ты нежный, ты можешь быть настолько мягким, что не замечаешь всех этих иголок, которые впиваются в твое тело. Поглощаешь их, и тем самым греешь душу тому человеку, который, возможно, осознанно, возможно, неосознанно причиняет тебе боль, и тем самым ты воспитываешь в нем уже тоже нежность. Тимофей. Когда человек находится в обществе, когда его окружают нежные люди, он ощущает, что ему тепло. То есть это такая комната, в которой тебя окружают подушки, ты ложишься, и тебе хорошо. Мне кажется, что попасть в такое общество – это прекрасно, так как можно считать победой. Неплохое добавление к нашему рассуждению о счастье, что все-таки для счастья нам нужно не просто состояться, а хорошо было найти такую компанию людей, которые принимают тебя нежно. И тогда становится еще и тепло в этом желании встретить то, как ты хочешь относиться, что бы относили к тебе. Я хочу добавить. Давай. Да, мне кажется, что вот это та хорошая зависимость. Пять дней работаешь, ты едешь в метро, у тебя светятся глаза, потому что знаешь, что вот сегодня четверг, завтра пятница, я завтра попотею немножко, и все. Субботу и воскресенье ты встретишься с прекрасными друзьями, которыми тебе будет тепло, хорошо, и ты от этого зависишь. Добавляя про тепло, что будучи нежным, ты можешь это тепло, которое находится у тебя внутри, отдавать и делиться ним с другими людьми, чтобы они тоже его чувствовали. Например, улыбнуться кому-то в нужный момент, то есть уметь делиться им с окружающими, чтобы, как сказал Тимофей, они смогли почувствовать себя в этой комнате с подушками. Спасибо. Смотрите, что противоположно нежности? Грубость. Вы можете сказать просто об отличии нежности от щедрости? Мария. Мне кажется, щедрость – это в большей степени про то, что ты кому-то что-то отдаешь. Нежность – это все-таки это больший посыл, это больше чего-то все-таки искреннего и конкретно направленного на кого-то. Ты можешь отдать все, что тебе дорого. Ты можешь отдать, и ты будешь счастлива того, что ты отдаешь. Вот это щедрость, мне кажется. Нежность, как мы говорили, это боязнь обидеть человека, да, вот как вы говорили, страх Божий. Нежность – это что-то более такое абстрактное, то есть то, что мы не можем потрогать физически, да, но то, что мы можем ощутить, когда человек как бы относится с нежностью к тебе. А щедрость – это уже более что-то материальное. Может, попробовать на примере детей и родителей в плане щедрости. Родители готовы покупать, дарить детям своим что-то, что им или необходимо, или просто, что им будет приятно, радостно. А нежность с их стороны, это, наверное, что-то более духовное, объятие или улыбка в нужный момент, то есть дать что-то, передать что-то внутреннее. Вот осталось только понять, что внутреннее. Есть люди, которые не хотят дарить энергию свою, не хотят тратить силы. А щедрые люди, они не боятся потратить, допустим, свою энергию, чтобы сделать что-то хорошее человеку. Я попробую кое-что прояснить в этом месте. Для меня открытие заключалось в очень простой вещи, что если я строю отношения или зависимость с другим человеком, и хотел бы, чтобы эта зависимость была настоящей. Опыт таких зависимостей мы разбирали на первой встрече. Когда я встречаю красоту, я не хочу быть независимым от красоты. Когда я встречаю мудрого человека, я не хочу быть независимым, я хочу с ним рядом ходить и смотреть, как ему удается быть счастливым. Если я встречаю какой-то сильный пример, пронзительный, впечатляющий, я не хочу отводить глаз. То есть есть зависимость, из которой я не хотел бы выходить. И внутри этого отношения, конечно, я что-то делаю, я что-то отвечаю на то, что со мной происходит. Есть ответ, ответ как ответственность. Потому что всегда в этих встречах как будто бы красота этой встречи тебя зовет, а что ты отвечаешь? Невозможно сказать красиво, я пошел отдыхать. Все-таки красота – это что-то выбивающее в тебе ответ. И вот когда мы думаем об ответе, мы открываем какие-то две формы ответа. Когда я встречаюсь с красотой, я говорю, я не хотел бы это никогда забыть. И вот сейчас мы после встречи отправимся в город. И как ведет себя этот счастливый человек? Кто-то говорит, я хотел бы что-то делать, дарить другим людям, ничего не требуя взамен. Я хотел бы быть щедрым, я хотел бы подарить что-то, не особенно понимая, кому, как я дарю, не спрашивая другого человека, не сводя это просто к обмену, пользе, корысти. Это бескорыстность, щедрость. Это свойство Бога, когда мы говорим и слушаем о том, что солнце светит на правых, а не правых. Бог всем дает, он щедр. Это, с одной стороны, атрибут щедрости. И это ясно, что только взрослый, ответственный, счастливый человек может быть щедрым. Но, когда речь идет об отношении с красотой, с чем-то трепетным, с тем, что мы встретили, или другим человеком, отношения строятся так, что я хотел бы дарить и действовать определенным образом. Для меня важно, чтобы в моем действии было как можно меньше меня и как можно больше этого человека. Идеальное действие, направленное на другого, это когда все, оно посвящено тайне этого человека, меня в этом совсем нет, и я счастлив, когда этот другой человек расцветает. Или та красота, которую я встретил, благодаря моему действию расцветает, никаким образом не нарушая свободы, тайны, призвания этого второго. И это нежность. Как бы нежность – это стремление убрать себя и сделать так, что в твоем действии остался только этот человек и расцвел. Быть взрослым означает быть нежным к другим. Спасибо. Если мы говорим о детях, о детях, нужно понять, что он дан тебе временно, вот как бы Бог тебе доверил эту маленькую личность, предложить усилия, чтобы в свое, вот эту свою самость родительскую, ну, как-то ее отвести, чтобы дать маленькому человеку развиться, помочь ему стать тем, чего Бог от него ждет. Хотелось бы спросить и узнать именно насчет вас, как родители. Вы нежны к своим детям? Знаете, я открыл эту формулу взрослость есть нежность очень поздно. И я был счастлив ей именно потому, что я понял, что это какая-то огромная перспектива взросления каждого из нас. Я думаю, каждый родитель мечтает научиться такого рода нежности. Каждый родитель знает, насколько это трудно. Каждый из родителей мечтает научиться нежности и знает, что это важно. Это выглядит как почти нерешимая задача, но нет ничего более амбициозного в жизни, чем решать нерешаемые задачи. Вот нежность это такая задача. И я думаю, что не найдется ни одного родителя, который в этот момент не заплачет и не скажет, что слишком мало, я был нежен. Но все-таки те крохи, которые есть, заставляют улыбаться и радоваться. Потому что я думаю, что одно из проявлений нежности к своим детям, когда ты искренне удивлен тем, во что этот человек превращается на твоих глазах. И мне кажется, что знак нежности это не тревога, а удивление и радость по поводу того, в какого прекрасного человека он превращается и его судьба, разворачивающаяся перед тобой, тебя удивляет. Нежность это не тревога, а удивление и радость от осознания красоты другого человека. Я думаю, что это то внутреннее переживание нежности, которое родителям доступно. Спросить, нежным ли мы со своими детьми или нет, можно только наших детей. Но я думаю, что мы не отделены от этого знания. Действительно, каждый родитель знает и печаль этого вопроса. Он прекрасно помнит и знает, как именно он был ненежен. Ну и радость. Потому что мы тоже знаем эти моменты, когда твой ребенок удивляет тебя своим странным-странным выбором, который ты никогда бы не мог представить себе, вообразить. И вдруг оказывается, что в этот момент он взрослеет тебя, прекрасней тебя и вдохновляет тебя на жизнь. Что означает быть взрослым? Нежность как главный критерий взрослости. Иногда щедрость и нежность начинают конфликтовать. Но, например, бывает так, что у подростков очень часто бывает, когда мы бунтуем против родителей и они искренне не понимают в чем дело. Разве мы не были щедры? Конечно, щедры. Родители готовы вообще многие на все. Просто все, что хочешь. Это действительно дождь щедрости. Ай, библейская метафора это дождь, конечно. Но, оказывается, что этого недостаточно. Когда с тобой бесконечно щедры, но не нежны, оказывается, что щедрости много, но нет внимания и уважения к тайне. Как будто бы ты окружен подарками, но в своей тайне ты остаешь одинокий. И тогда человек говорит, мне не нужна щедрость, мне нужна нежность, но ее нет. Для взрослых это очень болезненное место, потому что мы очень часто любовь называем щедростью. И точка. Оказывается, очень важно, чтобы в нашем действии была не только щедрость, но нежность, внимание к тайне этого другого. Это ровно то место, где возникает конфликт часто отцов и детей. Это то место, которое болезненно переживают часто родители. Всегда важно понять, что это значит нежное отношение с тайной твоего ребенка, с тайной его судьбы. И нежность не сводится к равнодушию, конечно. Все знают эту драму, когда нужно выбирать, в какой вуз идти. И человек остается один на один с этим выбором, наверное, самым страшным в жизни. Вот что ты будешь делать после школы, куда ты пойдешь? Что делают родители? Одни родители тебе говорят, делай, как мы скажем, и будет тебе счастье. А мы иди в медицинский. Вторые родители современные, их все больше, они говорят, не-не-не, мы вообще не будем вмешиваться, выбирай сам, как хочешь, и ты понимаешь, что тебя оставляют в одиночестве перед самой страшной проблемой жизни. И ты не знаешь, что лучше, когда тебя бросают в одиночестве или когда за тебя решают. И как будто бы нету третьего. Третье – это нежность. Можно? Конечно. Третье – это нежность, когда помогают сделать так, чтобы твоя тайна твоего призвания расцвела. И самое главное, что когда она расцветает, она удивляет не только вас, но и родителей. Нежность – это качество, которое очень часто теряется за щедростью. Мы живем в мире, в котором и щедрости маловато. И нам бы хотелось, чтобы было больше бескорыстия. Но очень важно увидеть, очень важно увидеть, что щедрости, которой так мало, недостаточно. Если мы окажемся в мире, в котором все и щедрости, человеческое сердце будет хотеть большего. Оно будет хотеть нежности, хотеть того, чтобы люди могли в этом ангельском тепле, это прекрасный образ, когда ты охвачен каким-то теплом, но твоя свобода не нарушена. Все в тебе хорошее расцветает благодаря этому теплу. Знаете же, что в Библии в первом стихе, когда написано, что Дух Божий носился над водой, современный человек представляет себе движение, которое совершают первоклассники на переменке. Вот так вот показывают руками. Когда говорят о том, что делал Святой Дух, он носился, носился. Это только первоклассникам удается смоделировать движение Святого Духа. Но в библейском тексте это все знают, наверное, вы тоже про глагол носился. Потому что это ровно то, что делает птица, мать, наседка, которая насиживает, высиживает птенца. Вот она носится с птенцами. Она высиживает. Это образ тепла. Она никуда не движется. Она на месте сидит. Она носится с миром. Дух Святой высиживал мир, как курица. И вот это образ нежности, потому что вот этого принятия тепла и тайны другого человека без него невозможно. И оказывается, что взрослый человек, это не человек, который позволяет себе щедрость и бескорыстие, что очень много, он может себе позволить нежность. Он может принять любой удар этого мира и не сводить свою жизнь к реакции на удары. Это то, что Антон прекрасно описал, что мы можем позволить себе так жить, что все удары меня не разрушают, не уничтожают, а могут вызвать другой ответ, ответ нежный. Вот представьте себе, какая неслыханная перспектива. Я когда это все услышал и прочитал, я прямо понял, что я хочу этому научиться. И сколько бы ни осталось дней в жизни, ровно этому хочется научиться. Оказывается, никакой более привлекательной задачи, как стать нежным, не существует в ответ на вопрос, что значит быть взрослым, что значит хотеть быть взрослым. Нет привлекательнее задания для взрослого, чем хотеть быть нежным. Вам вопрос, как же помочь, вы говорите, посредством этой нежности, то есть ребенку раскрыться в том, кем он должен стать. Первое, второе, нежность и любовь, разве это не одно и то же? Не является щедрость, нежность, как бы гранями любви. Да, крыльями любви. Крыльями, да. На одном крыле не летит. Это любовь, два крыла любви. И в Библии они есть оба. Вот щедрость, это когда речь идет о дожде, который на правых и неправых, а когда речь идет о нежности, это когда Бог не надломит тростника, когда он так внимателен, что ничего в этом мире он не навредит. Не то, что свободу нас он не испортит, он не испортит даже сломившейся травинки. И при этом он действует. Это место принадлежит одному из тоже замечательных писателей Генри Нувену. И цитата такая. Время от времени нам встречаются нежные люди. Нежность это добродетель, которую довольно трудно встретить в обществе, восхищающемся грубостью и крепостью. Нас поощряют добиваться цели, причем как можно быстрее, даже если при этом мы и страдаем в процессе. Ценится успех, достижение, производительность. Цена этому слишком высока. В такой среде не остается места для нежности. Нежный тот, кто, цитата, трости надломленной не преломит и льна курящегося не угасит. Нежный тот, кто внимателен к сильным и слабым сторонам других людей. Привет, Антону. Кто наслаждается совместным бытием больше, чем достижением чего-либо. Нежный человек ходит с легкостью, смотрит с лаской, прикасается с благоговением. Привет, Лизе. Нежный человек знает, что настоящий рост требует заботы, а не силы. В нашем грубом, а порой несгибаемом мире нежность может быть ярким напоминанием о присутствии Бога. Нежность может быть ярким напоминанием о присутствии Бога. Становится понятно, что нежность, как одно из этих крыльев, она уязвима, потому что мы им всегда жертвуем, оно как будто ненаблюдаемо. Когда человек окружен это любовью, бескорыстием, это очень часто с родительской любовью, так бывает, когда ты понимаешь, что это люди, которые тебе не то что все готовы отдать, а жизнь готовы отдать в любой момент ради тебя. И ты все равно втайне где-то сердца понимаешь, что это не все. В родительской любви, конечно, есть нежность, но когда мы говорим о Боге, Он нежен с этим миром таким образом, что можно даже решить, а где Он? Он разве действует? Почему Он не действует силой, уверенностью? А каким образом появляется эта тайна? Совершенно замечательно, мне кажется, то, что когда вы в свои 15-27 лет открываете это желание быть взрослыми, самое прекрасное в этом оказаться на высоте этого желания. когда вы хотите быть взрослыми, пожалуйста, не сбавляйте. Поймите всю эту вдохновляющую перспективу взрослости как нежности. Это огромная школа, огромная школа, которая открывает жизнь совсем другой стороны. Все взрослые люди, они либо учатся этому, либо умирают раньше смерти. Это как соль, которой почти нету, но она все решает. это нежность. И нежность действительно загадочная вещь. О ней трудно говорить, я благодарен, что мы об этом сейчас говорим, но заметьте, это такая вещь, которой совсем мало, совсем трудно говорить, но без нее все теряет вкус. Нежность как соль, ее почти нет, но она все решает. Самая прекрасная, щедрая, безумная, безграничная любовь оказывается чем-то, что не наполняет, не утоляет жажду, и малая, малейшая нежность, как внимание к твоей личной тайне, или к моей тайне, вдруг позволяет человеку раскрываться. Домашнее задание. Домашнее задание. в следующий раз давайте попробуем представить, что бы могла сделать некая школа, которая не конфликтует с этим желанием счастья, не конфликтует с этим желанием взрослости, а наоборот оказывается тем пространством, в котором человек находит себя и открывает путь взросления. Браво! Короче, не зря провели день точно. слушать лекцию, а потом обсуждать это вживуюсь с человеком, это зажигает много эмоций. Живое ощущение это всегда юмор, это всегда интересно. Я услышала для себя удивительно произошел у меня внутри взрыв. На вопрос кто такой взрослый, нашелся такой неожиданный ответ, которого я вообще в принципе не ожидала. Это быть нежным. Понял, что стереотип о том, что взрослый человек он всегда какой-то хмурый, грубый, скучный, безэмоциональный. Совершенно не так. Ничего не мешает самому изменить себя, стать нежным и щедрым, как мы говорили с Александром Фоминомикой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok